Всем здорова, друзья! С вами снова Слава. Поговорим сегодня опять о книжном бизнесе. Книжном бизнесе в общем. Потому что я занимаюсь книжками уже давно, и только Амазоном это не ограничивается. Хотел бы поговорить о том, чего ожидать в 2019 году. И сделать пару рекомендаций тем, кто занимается этим бизнесом, чтобы вы до сих пор чувствовали себя на коне, и ощутили, как и я ощущаю, что 2019 будет суперударным годом, суперкрутым годом, и я вкладываю все силы в то, чтобы в 2019 взорвать, бомбануть хорошо. Первое. Брендинг просто катастрофически важен. Публикуя книги, рассчитывайте на то, что вам придется, нужно, важно создавать бренд. Пусть это будет бренд автора, пусть это будет бренд ниши. Вам нужно заниматься тем, что собирать аудиторию вокруг какой-то идеи. Потому что обычные книжки, которые разовые, какие-то случайные, они, ну, я сейчас чуть дальше объясню, почему. Но сложно будет их продвигать, сложно будет находить под них возможность собрать отзывы. Брендинг позволяет вам под какой-то такой, подкиданным козырьком развлекать аудиторию. Брендинг позволит вам коммуницировать с аудиторией. Брендинг поможет вам выделиться среди всего хлама этого книг, которые появились на рынке и которые Амазон беспощадно вырезает. Поэтому вкладывайтесь в обучение, в саморазвитие и понимание того, как строить бренд, как делать маркетинг и как максимально понять свою аудиторию. Второй пункт. Отзывы. Отзывы на самом деле, именно конкретно обмен отзывами, вот эта такая чернушная тема, которая существовала длительное время, отмирает. И 2019 год, я так подозреваю, что это будет год чистки Амазонам, всех, кто собирает паленые отзывы. И в принципе правильно. Аудиторию нужно ценить и любить. И покупатели должны получать хороший качественный продукт. Поэтому Амазон, раскрутившись, став магазином номер один, теперь говорит, ну ребята, я вас всех люблю, конечно. Конечно, мы были очень гибкими до этого времени, но теперь мы можем себе позволить быть наглыми, жесткими, честными и строгими, и справедливыми. Ваши говнокнижки нам не нужны. И отзывы, которые сделаны от коленки, тоже нам не нужны. Поэтому, имея аудиторию через развитие своего бренда, важно потом предложить этой аудитории пересмотреть вашу книжку. Грубо говоря так, у вас есть Facebook группа автора, Facebook страница, и при появлении новой книги вы просто берете и говорите, ребята, появилась новая книга, она будет в это время, вот в определенные даты, будет на фри-прому. Посмотрите, буду благодарен, безмерно благодарен, если она настолько откликнется в вашем сердце, что вы захотите поделиться вашими эмоциями и тем, что произошло в вашей жизни благодаря этой книге. И напишите отзыв. Но обязательно честный. Honest review. That's what we need. Третье. Что вы при том, когда вы попросили свою аудиторию оставить вам отзыв, вы не получили отзыв, типа, какая бредовая, голимая, кривая, маленькая, плохо отформатированная, неграмотная книжка. чтобы такого не было, нужно вкладываться в очень качественный контент, нужно вкладываться в полировку, редактирование, вылизывание, чтобы вы были на голову выше всех остальных, кто этого не делает. Это рынок. И на рынке нужно быть в топе. Нужно быть лучше, чем остальные. Делать на три шага больше, чем остальные. Если вы этого не делаете, то пассивный доход пассивным не будет. Он, возможно, будет на один месяц, но в длительной перспективе этого не произойдет. Книжка сдохнет под грузом негативных отзывов. Ну и как бы и отсутствие интереса, потому что рядом будет кто-то, кто понимает это все и будет делать более объемные книжки, чтобы по той же цене, по тем же 2.99 купить крутую книжку, нежели вашу брошюрку на 20 страничек. Ну и, естественно, возможность Look Inside, возможность заглянуть внутрь книжки, которая предоставлена всем покупателям на Амазоне, позволит всем покупателям на Амазоне, пролистав первую, в районе 10% книжки, увидеть, что она написана очень неграмотно каким-то индусам, с полным уважением к Индии и ее жителям, но имеется в виду конкретно плохо написанная работа, что часто бывает, когда мы заказываем работу у индусов. Не заказывайте работу у индусов. Не заказывайте работу у индусов и у бангладешцев. Головняк и по работе с ними, и по срокам, и по качеству, и вам придется еще уговаривать их взять ваши деньги. Там просто непрофессиональное дно. И очередной хороший пункт – это занимайтесь саморазвитием, чтобы вы больше и круче понимали аудиторию в этой нише. Потому что если вы не знаете, что нужно покупателям, вы в принципе можете создать идеальный продукт на тему, которая вообще никому не нужна. вообще. Вы можете написать просто бомбейскую книжку по тому, как производить идеальные бутылки для воды, но при этом, например, интереса к этому аудитории нет. У аудитории есть интерес просто к полноценному питанию и качественным каким-то еде, жидкостям и тому, что они поглощают. Ну, то есть, имеется в виду, изучайте, что важно для аудитории. Ройтесь, копайтесь. И не задавайте вопросов «покажи пример идеальной книги». Сколько идеальная книга страниц? Сколько идеальная книга отзывов? Ну, ребята, загляните на Амазон. Есть книги на 400 страниц с тремя отзывами бестселлер. Есть бестселлеры на 30 страниц. Есть бестселлеры с 8 отзывами. Есть бестселлеры с 3 тысячами отзывов. Это огромная масса идей вокруг книги. То есть, это огромная масса. Бестселлер – это не просто идеальный шаблон. Бестселлер – это офигеть сколько работы вокруг всего. Это создание бренда, это аудитория, это за пределами Амазона создание какой-то какой-то точки массы. и потом, когда человек, который автор этой книги, он может сказать, ребята, моя книга есть на Амазоне, идите берите. Тогда, конечно, бешеные продажи. А если просто органическим способом через Амазон попытаться скопировать, сделать какую-то идеальную книгу, типа 120 страниц, 50 отзывов и красивая обложка. Да таких все! Надо думать головой. Поэтому вот так, видите? С первого раза не получилось, так со второго. Старайтесь, вкладывайтесь, инвестируйте деньги и не вкладывайтесь больше в мелкие и маленькие книжки. Они уже, они как для технической, для технической, а понять, как технически работает, это все – да. но на будущее делайте книги побольше. Всех жду на обучении у меня, всех приглашаю ко мне на курс книжный бизнес на Амазоне, а для тех, кто рискнет и вложится и попадет ко мне на групповой коучинг, дам еще пару секретов, где можно продавать книги не только на Амазоне, потому что Амазон такой хитрый парень, может забанить вас и все. Но если знать точки, можно не терять деньги. Спасибо. Лайк, шер, коммент и напишите у меня в комментариях, напишите у меня в комментариях, как вы нашли мой канал. Вот, мне интересно, как вы нашли мой канал. Спасибо. Я каждому отвечаю, с каждым списываюсь и буду рад пообщаться. Спасибо. На связи Слава. Пока. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, в целом,